Есть ежегодные догелевские чтения и традиция давняя, потому что сейчас, вы, наверное, обратили внимание, 69-е чтение памяти Валентина Александровича Догеля. И если можно прикинуть и рассчитать, то они проводятся практически с самого года кончины Валентина Александровича. Ну и, как вы понимаете, и содержание этих чтений, и состав слушателей, они менялись за все эти годы. Я вот тоже уже провожу эти чтения, не первый год, а я бы сказал, 24-й. И на моей памяти тоже. Ведь когда в нулевых годах мы проводили догелевские чтения, то значительную часть аудитории, до половины аудитории составляли люди, которые еще помнили Валентина Александровича. И это была немножко, конечно, другая история. И вначале, когда проводились чтения, это были выступления людей, у которых научная их работа вот где-то дозревала до уровня докторской диссертации. И это были очень почетные такие выступления, когда на догелевских чтениях даже вопросов традиционно не задавали. Вот такая презентация-презентация была. Потом, естественно, все это стало меняться, и у нас были разные форматы проведения догелевских чтений. Это были иногда отчеты научных лабораторий, иногда тематические доклады. Но, в принципе, поскольку мы всегда в этот день вспоминаем Валентина Александровича, который сделал для нашей кафедры, ну, по сути дела, определил ее развитие на многие-многие годы, мы вспоминаем и научные направления, которые были заложены при догеле. Три традиционных научных направления. Паразитология, протестология, эволюционная морфология. Понятно, что последние годы мы тематически часто выходим за рамки этих направлений, а зачастую наши доклады где-то на стыке направлений формулируются. Ну, сейчас мы пытаемся организовать чтения, не выходя за рамки традиции, мы пытаемся организовать чтения просто, чтобы они были интересны. Понятно, что и состав участников тоже сильно изменился. Я бы хотел напомнить коллегам, ну, а те, кто не знает, вот сказать, что, по сути, за последние два года мы потеряли двух людей, учеников Валентина Александровича Догеля, поступивших в университет в 1949 году, которые... Это друзья нашей кафедры. Каждый из них в своей области был значительной персоной, существенной. Это Ирма Викторовна Исси, которая покинула нас в 1922 году. Ну, вы знаете, да, что лаборатория Ирмы Викторовны, по сути дела, она создала целое направление изучения микроспоридии. И вот очень активная такая лаборатория, кстати, состоящая из наших выпускников, она работает в Пушкине, продолжает дело Ирмы Викторовны. И Владислав Викторович Хлебович. Это недавняя история, то есть он давно уже не работал в зоологическом институте, но он все время интересовался, а как дела на кафедре, а что кафедра делает. Да, вот он очень как-то нас так и поддерживал собой, и интересовался тем, что у нас происходит. Ну, Владислав Викторович, вы тоже знаете, да, это многолетний директор станции, беломорской станции «Картиш». Его работы в области экофизиологии, они сейчас уже стали классическими, и у него тоже есть ученики, которые продолжают его дело. Ну, вот традиционно на Деггельевских чтениях, пока я их провожу, да, мы вспоминаем людей, которые были с нами, которые доносили до нас этот заряд Валентина Александровича, и которые вот нас, к сожалению, покинули. Вот, но, собственно говоря, переходите, проходите. Сегодняшний, перехожу уже к сегодняшней нашей теме доклада, и должен представить Андрея Юрьевича. Вот он здесь у нас присутствует. На самом деле он выступал один раз на Деггельевских чтениях, по-моему, не очень большой был тогда доклад, но с тех пор, буквально два месяца назад он защитил докторскую диссертацию. Так что сегодня, по-видимому, мы более широко как-то посмотрим на проблему. Ну, а проблема Венда Бионтов, конечно, Валентин Александрович Доггель, вы читали его учебник, там ничего не было сказано про Венда Бионтов. Это история, которая появилась значительно позже, но это история, которая фактически интересна каждому из нас, несмотря на то, что у нас есть и протестологи, и кто угодно. Но это начало многоклеточных вообще, которые на Земле. Хотя есть еще китайская пауна, она более древняя какая-то, про нее я вообще ничего не знаю, а про Венда Бионтов вот Андрей Юрьевич уже кое-что знает. Вот, поэтому мы посчитали, что эта тема, она интересна всем, может быть, каждому из нас. И тем более услышать о проблеме Венда Бионтов, кто они вообще, что это вообще за создания такие, услышать из первых уст, это очень важно и интересно. И еще одна небольшая связочка, которая у нас, меня тоже греет, я думаю, и нас тоже. Ведь те объекты, организмы, животными боюсь называть, ну, организмы, о которых пойдет речь, это беломорская пауна, коллеги. Андрей Юрьевич работает на Белом море, не совсем в тех местах, где мы работаем, на другом берегу Белого моря. И вот то, о чем пойдет речь, то, о чем пойдет речь, это тоже беломорские организмы. И вот этот дар Андрея Юрьевича, это наш музейный теперь экспонат. Вот это Диккинсония, вот вы ее тут можете увидеть, потом посмотреть, можно прикоснуться пальцем. Сколько 500, не надо? Вот рядом, рядом, можно? Рядом. Сколько? 555 миллионов лет. Вот, и вы почувствуете связь времен. Андреевич, пожалуйста. Ну, 40, да? Нет, 40. Как вы ее приблизите? Значит, вопросы готовим, потом нужно будет расстраивать. И не точнее. Прошу. Я про этот образец хотел сказать. Его действительно не стоит трогать, потому что порода очень мягкая. Несмотря на огромный возраст, порода мягкая. И если попадает такой камень в прибрежную зону, они обычно на побережье обнажаются, такие породы. То есть, в течение одного приливного цикла все камни разрушаются. А так отпечатки, экспонирующиеся под дождем, ну, к концу года, к концу лета от них тоже уже ничего не остается. Очень легко разрушающаяся порода. Там нестойкие минералы есть. Поэтому пальцы рук, выделение кожное для них не очень полезно. Так. Ну, что же. Я в своем докладе попробую рассказать о первых известных в палеонтологии билотеральных животных. То есть, первых билотерий из копаемой летописи, которые доступны нам для исследования. В современной биоте многоклеточных животных подавляющее большинство составляют билотерально-симметричные организмы, билотерии. К радиально-симметричным относят представителей только двух типов – канидарий и ктенофор. Но щупы, канидарии тоже иногда считаются принадлежащими к билотериям. Так что только один ныне живущий или в целом фонерозойский тип многоклеточных, настоящих многоклеточных животных может считаться, всеми, наверное, признается радиально-симметричным. Остальные – билотерии. В позднем докембрии, непосредственно перед началом фонерозоя, картина была обратной. На картинке, обобщающей биоты позднего докембрия, это картинка из фондов нашего музея имени Ролова в Москве, только пять видов представлены как билотерии. Это вот вендия, плотифолиния, это вендомия, вот это вендия, вот две дикенсони и споригина. Остальные – это радиально-симметричные организмы. Радиально-симметричные, мы как предполагаем, животные появились раньше в ископаемой летописи. Первое сообщество макроорганизмов, которое нам известно, называется она Аволонская, существовала она в пределах 575-560 миллионов лет назад. И она нацело состояла из радиально-симметричных существ. Билотеральные животные появляются в следующем по времени Беломорском сообществе. Беломорское – это не только на Белом море распространено, но и в других местах. В частности, самое знаменитое местонахождение остатков Беломорского сообщества – это идиокара в Южной Австралии. Так вот, в Беломорском сообществе появляются настоящие билотеральные организмы. Сообщество просуществовало, интервал его жизни, здесь его существование – 560-549 миллионов лет. Самые первые остатки билотерий находят у нас на Белом море в Лямецком местонахождении. Достаточно близко от беломорских наших станций. И к нам иногда туда приходят на катерах биологи, по крайней мере, с московской станции. Эти остатки встречены в захоронении Ль-2-12, которое находится практически в основании разреза, охарактеризованного остатками макроорганизма. Древнее реально настоящих билотеральных существ, древнее, чем происходящих из захоронения Ль-2-12 в мире нет. Возраст этого захоронения примерно 560 миллионов лет. Ну вот, древнее, чем 557,3 есть датировка по вулканическим туфам. Ну, где-то около 560 миллионов лет. Захоронение приурочено к пласту песчаника, штаммового происхождения. Этот пласт внедрен в мощную толщу глин и аргелитов. Сформировался он во время какого-то крайнего, мощного, катастрофического события, когда вот песок был непонятно точно в результате какого катаклизма, может быть, цунами, может быть, еще какой-то невероятный шторм, сброшен далеко от береговой линии, вот в район, где накапливались тонкие илы. И только благодаря тому, что этот песок туда попал, мы поняли, что здесь, на этих илистых равнинах, обитали макроорганизмы животные многоклеточные. Если бы не этот штурм, мы так бы и этого древнего захоронения, и о его существовании не знали. Остатки захоронения Льдова-12 сохраняются в так называемом флиндерско-беломорском стиле. То есть они представлены отпечатками, расположенными на нижней поверхности песчаного слоя. То есть это штормовой осадок засыпал поверхность дна моря вместе со всеми обитателями. А дальше на его нижней стороне от поверхности дна образовался отпечаток и также отпечатки организмов, которые смогли за эту поверхность дна зацепиться во время шторма, удержаться на ней, и вот оказались захоронены. То есть мы видим отпечатки обычно верхней стороны организмов, живших на поверхности субстрата. А субстратом тогда был микробный мат. Вот на поверхности микробного мата жили разнообразные организмы, от которых мы теперь можем изучать отпечатки верхней стороны. В формировании флиндерско-беломорских отпечатков принимает результат нескольких процессов. И зависит он от нескольких... Качество отпечатков зависит от нескольких причин. Прежде всего от скорости разложения органического вещества, а также от скорости литификации, окаменения песчаника, вот песка, который засыпал эти организмы, от толщины слоя. Чем толще слой, тем сильнее давит этот осадок и пропечатывается разная внутренняя структура. И даже есть зависимость от состояния самого животного в момент захоронения. Это тоже оказывает влияние на отпечаток. В результате мы получаем целый спектр разных вариантов сохранности. Когда, поскольку отпечаток-то с верхней стороны, но на этой отпечатке сквозь покровы как бы проступает, пропечатываются некоторые внутренние органы. То есть мы видим не просто прямой отпечаток поверхности, но еще и на него наложены разные внутренние структуры. И дальше в докладе я попытался организовать вот серии этих различных вариантов сохранности в определенной последовательности. И так, что мы можем наблюдать как бы различные части организма от внешних к все более внутренним. Итак, в захоронении 2.12 присутствует три рода организмов, которые мы считаем биолатеральными животными. Все эти рода представлены особыми видами, которые пока не описаны. Два рода, дикенсони и вот это вот пока еще тоже не описанный род организмов, этот, относят к проартикулятам. И они будут говорить дальше. А третий род – это парванкарина, которую пока мы более высокого таксона для нее еще не придумали. О проартикулятах я в последние лет 10 постоянно докладываю, сделаю сообщения, и в том числе и на догелевских чтениях. Поэтому прошу меня извинить за повторение. Я вынужден повторять то, что уже отчасти докладывалось раньше. Проартикуляты – это крупный для докембрия таксон. Мы считаем, что это вымерший тип животных. В него входят порядка 20 родов. Все они здесь показаны. Ну, большинство, по крайней мере. И эти рода объединяются в три класса. Диплеврозои, венеаморфы и цифлозои. Для проартикулят характерна их особенность, то, что их тело было расчленено на полусегменты. То есть, мы наблюдаем два ряда полусегментов. И некое, не у всех, но у многих, имеется некое непарное лопасти. Вот на одном из концов. К билотериям мы относим те древние организмы, которые не только обладают билотеральной симметрией. То есть, имеют переднюю-заднюю ось, дорзовентральную ось и некое, может быть, различие между правой и левой сторонами. Но также они еще пока демонстрируют способность к движению. Мы вот у тех организмов, о которых я буду говорить, мы нашли следы движения. То есть, это были не просто билотеральные организмы, но они еще были подвижный организм. Доказано, обладали способностью к движению. От партикуляции следы движения их представляли собой некие валики и пленочки, составленные исходно из смеси органического материала и минеральной компоненты. Мы предполагаем, что этим материалом была слизь. То есть, собственная слизь, выделявшаяся этим организмом. И вот в смеси с минеральным веществом, выпавшим в процессе вот этого тофономического события. Как можно заключить из изучения этих следов? Способ движения парартикулята было скольжение по слизи с помощью ресничек. От парартикулята мы находим также своеобразные следы, представляющие собой в таберенице отпечатков вентральной стороны тела. Эти отпечатки – это следы внедрения организма в микробный мат, на котором они обитали. Эти следы, мы предполагаем, что это следы питания, этому есть доказательства, я не буду это все разбирать. Значит, это следы питания, которые также были образованы за счет действия ресничек на вентральной стороне. Таким образом, мы реконструируем у парартикулят наличие брюшного эпителия, способного выделять слизь, и внешнего реснички. Никаких ресничек мы не наблюдаем, реально слизи мы не видим, но это все результат реконструкции ископаемых остатков. Так, вот это, значит, первое, что мы можем реконструировать в строении парартикулята – это наличие брюшного слизевы, выделяющего ресничного эпителия. На следах питания, которые образованы животным в результате нормальной жизнедеятельности, мы можем видеть характерную особенность строения парартикулят. Поперечные элементы, они называются изомеры, располагаются по закону симметрии скользящего отражения вдоль продольной линии тела. Вдоль срединной линии тела изомеры располагаются вот в чередующемся порядке. Правый, левый, правый, левый. Это очень необычное для животных свойство. Практически, ну, крайне редко реализуемо в современной биоте. Остроение спинного покровного эпителия мы можем видеть вот непосредственно уже не на следах, а на отпечатках тела. Оказывается, что со спиной стороны тело парартикулят было покрыто щитом. Таким не щитом, но покров. Он не имел расчленения, он был сплошным и нес на своей поверхности бугорки. И нес бугорки. Эти бугорки мы находим у многих видов парартикулят. В частности, здесь у Георгии, у Диккенсони, у Архиаспинуса, Цифалонеги, Лосигни и других. Основная часть отпечатков была парартикулятна. Была образована от такого вот плотного неклеточного материала, несущего расчленение, имевшего расчленение. Вот это расчлененное образование и формирует основную часть известных отпечатков. Собственно, по характеру расчленения мы различаем парартикулят различных родов и визов друг относительно друга. Здесь представлены разные виды, разные роды парартикулят с характерным расчленением. Вот эти относятся к классу вендиоморфа. Остальные к цифалозоям. Ну, а вот эти два небольших отпечатка представляют собой, по-видимому, какие-то ювенильные формы, от которых взрослые организмы пока неизвестны. Мы не знаем, к какому классу их относить. Расчлененное образование у большинства парартикулят. Это расчленение продолжалось и вглубь тела. Видимо, там были какие-то складки или мембраны, проходившие внутрь тела. И дорзальная и вентральная части вот этого внеклеточного материала каким-то образом соединялись вместе. Но у Диккенсонии, у диплевроморфа, класс диплевроморфа, род Диккенсонии, вот у Диккенсонии верхняя и нижняя порция этого материала не были соединены. Расчленение внутренних частей у Диккенсонии тела было другое. Они отличались. Об этом мы можем судить по внутренним структурам, сохранившимся у некоторых Диккенсонии и у парартикулятцевых. Вот так выглядят внутренние структуры одного из видов Диккенсонии. Вы видите, здесь некая система каналов. Имеется продольный канал, от которого отходят боковые веточки, также расположенные по закону симметрии скользящего отражения. Изомеры, они здесь очень тонкие, многочисленные, а каналов внутренней структуры, внутренней системы гораздо меньше. И они по-другому ориентированы. У других парартикулят есть тоже внутренние структуры разветвленные, но строение этой внутренних структур, оно соответствует общему членению тела. Вот только в передней лопасти может быть множество ветвящихся кананцев. Эта структура напоминает по своей морфологии, скажем, печеночные выросты некоторых, в том числе современных членостанов. Назначение этой внутренних структур проартикулят неясно. Они не имеют выхода во внешнюю среду. Что это такое, непонятно. Судя по строению, по его организации, это органы могли выполнять как распределительную функцию, так и секреторную. Но что реально, что это была за система, мы не знаем. Наконец, у многих проартикулят имелся осевой опорный стержень. Иногда он мог быть двойным. Он состоит из двух плотненьких, гибких стержинков, тянущихся вдоль всего края тела, от передней лопасти до последних изомеров. Предположительно, это была опорная структура, которая помогала, служила опорой при движении, связанной с использованием мышц. Особенно это характерно для узких и длинных представителей дикенсонио рода. Вблизи вентральной стороны тела, внутри проартикулята располагались некие трубчатые образования. Они имеют поперечное расположение, называемых вентральными карманами. Обычно мы наблюдаем вот эти самые трубочки и иногда находим соединение трубочек с вентральной стороной тела. такие щели. Предположительно, именно в этих трубках происходило пищеварение. То есть, проартикулята ресничками разрушала верхнюю часть мата, перегоняла пищевые частицы через щели внутрь трубок, и в этих трубках и их переваривала возможными разными механизмами. То есть, у них пищеварительная система была открыта. Щели соединялись со внешней средой по всей своей длине. Иногда мы находим песчаные заполнения этих карманов в виде стержней. Но это как бы вторичное заполнение во время захоронения вот в этом потоке песчаной взвеси. Иногда песчаный материал как бы забивался внутрь этих полостей. Но вот известны у нас и случаи, когда при жизни этот материал был выделен из карманов самим организмом и оказался приклеенным к следам питания. Видимо, все той же слизью. И именно приклеено, потому что во время такого-то фономического события все, что просто лежало на поверхности, стиралось потоком песчаной взвеси и не могло сохраниться. Только то, что очень крепко приклеено было к поверхности в данном случае следов питания. Похоже, что мы здесь видим настоящие пилеты, фекальные массы, выделенные партикулятой в процессе функционирования пищеварительной системы. Некоторые прижизненные дефекты позволяют нам понять значение отдельных частей и органов для жизни партикулята. В частности, на центральной фотографии здесь показан экземпляр, у которого была потеряна передняя лопасть. Мы предполагали, что в передней лопасти могли быть какие-то органы, связанные с определением положения организма на мате, с выбором направления движения, поскольку мы знаем, что они передней лопастью двигались в одном направлении, однако потеря организма на этой передней лопасти никак не сказалась на его состоянии. А вот у данного индивида им была потеряна по крайней мере половина приосевой области. Однако организм остался жив, он какое-то время существовал, нарастил еще несколько десятков изомеров, хотя он остался искребленным, но, в общем, сохранил жизнеспособность. Это значит, что при осевой области у парартикулята также не было каких-то жизненно важных образований. Из чего мы предполагаем, что у парартикулят, во-первых, не было каких-то серьезных скоплений нервных клеток, ну и главное, что у них не было сквозного кишечного тракта. То есть, пищеварение действительно было сосредоточено вот в этих поперечных карманах, которых было, многочисленных поперечных карманов, а единого соединяющего их канала на оси не было. эти и иные собранные нами сведения о биологии парартикулят позволяют считать их самыми примитивными из известных в настоящее время билатеральных организмов. Организм. Если сопоставлять черты их биологии с теми, что зоологами восстанавливаются для предка всех билатерий, мы можем понять, что в общем, парартикуляты очень сходны с тем предком билатерий, как мы можем представить по изучению современных животных. Ну, ладно, я к этому еще вернусь. Перейдем. А, да. Так вот, известный московский морфолог, академик Владимир Васильевич Малахов предположил, что схема из опубликованных его работ, он предположил, что современные билатеральные животные и стрекающие произошли, он их тоже считает билатериями, произошли от некого идиокарского билатерально-симметричного организма, который, в свою очередь, являлся потомком какой-то радиатора. Так вот, в качестве вот этого предка, идиокарского предка всех билатерий и канидарий, Владимир Васильевич считает, рассматривает именно проартикулянт. Но для того, чтобы в эту схему вписаться, проартикуляты должны были обладать сквозным кишечным трактом и щупальцами или иными какими-то конечностями. Ни того, ни другого у проартикулят не было. И, более того, план строения не предполагает наличие каких-либо конечностей. Я не говорю, как бы, не собираюсь полемизировать с Владимиром Васильевичем, вполне возможно, что вот этот эволюционный сценарий, вполне возможно, что он был осуществлен и осуществился когда-то. Но я утверждаю, что проартикуляты к этому сценарию отношения не имели. Они должны были в какой-то как бы в какой-то другой сценарии. И в этой связи интересно сравнить проартикулят с другими вендобионтами. Вендобионтами мы называем не всех, не всем крупные организмы, жившие в последний по времени период докембрия. Он называется в России венским. Но только определенную часть этих древних организмов. Собственно, вендобионтах всего четыре группы. Это петалонамы, протахиуриды, трилобозои, ну и проартикуляты. Были и другие макроорганизмы, которые к вендобионтам мы не относим. Петалонамы это сидячие организмы, имевшие часто похожие на перья, прикрепленные к микробному мату с помощью таких дисков или корневидных выростов. Протахиуриды жили в теках, протыкающих микробный мат, а трилобозои свободно лежали на поверхности микробного мата и даже возможно могли двигаться, потому что среди движения у трилобозои мы также находим. Вот оказалось, что все вендобионты связывают между собой характер симметрии. Целый набор различных элементов симметрии находящихся в определенной системе взаимного подчинения. Главным элементом симметрии тела вендобионтов является радиальная ось поворотная второго, третьего и шестого порядка, которая организует расположение антимер в теле организма. Второй позначимостью вторыми являются плоскости симметрии скользящего отражения. Эти плоскости организуют расположение поперечных элементов внутри антимеры. И низшими элементами симметрии является направление гихотомического или иного ветвления и фрактального умножения. По этим направлениям организуется расположение различных вторичных элементов внутри отдельных внутренних структур. План строения проартикулят может быть выведен из плана строения петалонам, у которых мы также находим нерасчлененный внешний покров, расчлененное плотное образование, лежащее ниже, различные внутренние ветвящиеся структуры и осевой опорной стержень. Если это справедливое предположение, то передняя задняя ось у сейчас к оси я вернусь. Значит, но у проартикулят нет оси радиальной симметрии, нет оси радиальной симметрии, они чисто билатеральные. Возможно, это связано с образом жизни. Предположительно, какая-то из петалонам перешла от прикрепления и вертикального стояния к лежанию на поверхности одной из антимер. Мы находим, такие петалонамы есть действительно, а потом перешла к ползанию в определенном направлении. И в результате все антимеры, кроме одной, были редуцированы. Да, так вот, в этом случае передняя задняя ось тела проартикулята является гомологом оси радиальной симметрии их возможных предков. И в этом состоит отличие проартикулята от билотерий, еще одно, у которых передняя задняя ось считается располагавшейся, что она располагается в перпендикулярном направлении от орально-аборальной оси радиальной симметрии их предполагаемых наиболее вероятных радиально-симметричных предков. А теперь перейдем к парванкарине. В отличие от проартикулят, которые были крупными организмами до метра и длиной достигали, парванкарин маленькие существа, максимальная длина их около 1-2 сантиметров. Тело парванкарин было покрыто сверху щитом обоедальных таких очертаний, на поверхности которого вот обычно видна такая выпуклая, похожая на якорь структура. Собственно, все. Вот до недавнего времени это все, что мы знали о парванкаринах, несмотря на то, что их очень много встречалось в захоронении. И вот это малое количество признаков не позволяло делать каких-то особых заключений о возможном родстве парванкарин. В то же время некое сходство в строении щита есть у парванкарин и древнейших раннекембрийских членистоногих, в том числе рода Скани. Поэтому с самого начала их изучения парванкарины считались идиокарскими членистоногими. Однако новые полученные нами материалы показывают, что это совсем не так. И парванкарин к членистоногими не имеет никакого отношения. Значит, всего известны два вида парванкарин. Минхами и... Ну да, парванкарин. Я все время путаюсь, я говорю о парвартикулятах уже много лет и теперь вот буду периодически называть их парвартикулятами, поэтому вы меня простите. Значит, это парванкарины. Значит, два вида парванкарин. Парванкарина Минхами, парванкарина и вот возможно в скором времени будет описан еще третий вид. Мы нашли следы связанные с парванкарин. В первую очередь следы их прикрепления к микробным латам. Следы выглядят вот слева это фотография латексных слеп. Благодаря тому, что мы делаем слепок, мы можем наблюдать прямой настоящий рельеф вот этого образования, а не инвертированный в отпечатки. Так вот, след прикрепления это некая пластиночка сложенная из того же композитного материала из слизи и минерального вещества, которое повторяя, на ней можно понять, как устроена была вентральная сторона тела прованкарина. Эта пластиночка была наклеена на микробный ман. Оказывается, что основную часть следа составляет две крупные лопасти зеркально-симметричные, разделенные друг от друга бороздой. С широкого конца к ним причинялась третья лопасть вот такой серповидной формы. Край отпечатка вот этого следа образует некий валик. Валик сформирован в результате подтекания этого материала под щит. То есть, он на границе между нижней ногой и краем щита образовывалась такая щель, куда материал слизистый поднимался слегка. На передней на месте вот этой вот лопасти не одиночной, не парной иногда нет отпечатка лопасти, зато вот этот валик преобразуется в глубокий такой высокий вернее высокий гребень. Это говорит о том, что вот эта лопасть могла двигаться вверх-вниз. То есть, она втягивалась под щит. И вслед за ней поднимались и массы материала органического. Мы нашли следы движения в Парванкарин. Вот здесь вы видите отпечатки тел, за которыми с одного из концов тянется к серии валиков. Валики повторяют по форме контур заднего, теперь уже понятно, что заднего края щита Парванкарина. При этом борозда, которая разделяла вот эти лопасти ноги, она остается и на свете. Это говорит о том, что движение было импульсное, причем правая и левая половинки ноги двигались отчасти независимо, чередуясь, как лыжник на лыжах скользил. Правая, левая, правая, левая половинки. И этому типу движения есть полный аналог в современной биоте. Так ползают некоторые гастроподы. и если давайте, может быть, мы действительно так сейчас сделаем некий если я смогу остановить. Нет, наверное, мне не удается. Вот я нажимаю, а вот так он мне выдал. Видимо, я плохо нажал. Вот давайте поглядим на видео, сделанное в современном аквариуме. посмотрите, как одна из следов многими людей гастропод передвигается. Вот посмотрите, правая, левая половинки высшую независимость. Вот таким образом передвигалась и диактарская форматарина. здесь у меня частей в революции не работает. Ну что, как мне отсюда выйти? на значок надо программу двигать. Ага, секунду. Куда? Никакой? Нет. Можно здесь как-нибудь помочь? Я действительно могу не знаю, просто думаю, что может быть вот так. А, вот так. Благодарю. Вот похожим образом передвигалась паранкарина, о чем мы можем судить по морфологии следов оставленных этих организмов. А теперь перейдем к строению верхней стороны самого собственного тела. При идеальной сохранности оказывается, что щит паранкарины не имел вот этой якоревидной структуры, его поверхность была гладкой, значит, это имело форму некой тарелочки, у которой были уплощенные кайма и высокая, ну тоже плоская центральная часть. Так выглядел в нормальном положении щит защищавший тело паранкарина. Но в большинстве случаев эти щиты оказывались сжатые под грузом осадка и разной степени разложения органического вещества тела. И вот мы видим эту якоревидную структуру, у которой имеется поперечная балка длинная и более короткая продольная балка. Причем продольная балка отделяется от поперечной бороздой или перегибом. Поперечная балка по форме и по местоположению соответствует вот той серповидной структуре, которую мы видим на следах. По-видимому, это одно и то же, только здесь мы видим это одна и та же структура, но здесь мы видим ее с верхней стороны, а на следе соответственно с нижней стороны. То есть передняя балка могла двигаться вверх-вниз независимо от продольной. часть тела, заключенная между ветвями якоревидной структуры, вот эти части, на отпечатках выглядит то, как глубокие депрессии, то, как довольно высокие вздутые такие мешки. Это говорит о том, что здесь находились крупные полости внутри под панцирем. Здесь находились некие пустые образования. На некоторых отпечатках мы видим удивительную структуру, она была совершенно неожиданно для нас обнаружена. Это некая щель или глубокая узкая депрессия, уходящая от поверхности отпечатков в глубину. Она есть у всех видов парванкарин, но в разной степени развитости. Но интересно то, что эта депрессия находится только на правой стороне тела. У нас сотни известных уже отпечатков найдены, и у всех эта депрессия находится на правом боку, на близи конца поперечной балки, на краю вот этой внутренней полости. Судя была под щитом вблизи его поверхности, ниже. Размышляя о том, что же это, какова природа этой структуры, что же это могло быть, мы можем сделать такое предположение. Единственная структура в организации биолатеральных животных, у которых стабильно есть один вход и один выход, это кишечный, живущий на кишечный тракт. И если это правильно наше сопоставление, это должно быть собственно задний выход кишечного тракта, или анальное отверстие, выходившее под щитом в некий синус на краю правой части, правой полости. И мы таким образом можем предположить, как же был устроен по крайней мере задняя половина кишечного тракта. Вероятно, у парванкарин кишечник делал петлю, прежде чем выйти во внешнюю среду. Другие образования мы смогли также обнаружить у парванкарин на очень сжатых экземплярах. Это некие парные депрессии. Их всего пять таких пар. Они находятся по краям осевой структуры, продольной балки этой экоревидной структуры. И самые крупные располагаются на границе с поперечной балкой. Так могут выглядеть места прикрепления мышц. При том, что щит был очень тонкий, места, где прикреплялись к нему мышцы, в стрессовой ситуации вот этого захоронения эти мышцы могли испытать аномальное спазматическое сжатие и затянуть за собой части тонкого мягкого покрова, относительно мягкого покрова. Соответственно, мы предполагаем, что параллокарина имелись дорозовентральные мышцы метамерные. Как минимум пять пар этих мышц мы можем выделить. И наконец последнее, что мы можем наблюдать на отпечатках из Белого моря, это некие желлочки, идущие по краю поперечных балок. Вот здесь левой части левой ветви, а вот здесь на правой ветви. Как же в полном виде эти структуры выглядели, мы можем понять по сильнее сжатым и более разложившимся перед захоронением, перед литификацией породы образцам из Австралии. Оказывается, от этих бугорков отходили тонкие стержни длинные. То есть эти стержни одним концом прикреплялись к поперечной балке, а другие их концы свободно двигали, могли свободно двигаться внутри вот этих внутренних, в пределах этих внутренних полостей. Что же это были за структуры? Мы можем сделать несколько предположений о природе этой структуры. С одной стороны, это могли быть опоры для органов дыхания жабок. Это могли быть опоры для фильтрационного аппарата. Это могли быть какие-то другие образования, назначения которых нам не ясно. Например, основания органов симбиофора или что-нибудь подобное. Но такие гипотезы симбиофора можно не рассматривать сразу, поскольку мы уже предположили, как выглядела задняя часть кишечного тракта. Если это жабры, то организм был довольно активный, вел активный образ жизни. Для чего бы ему нужны были такие крупные жабры? Он должен был как-то добывать себе пищевые объекты. но никаких органов для добычи пищи у парванкарин мы не находим. Мы не находим следов питания у парванкарин. Если бы они каким-то образом воздействовали на микробный мат, следы бы сохранились. У них нет неловчих органов и никаких-то иных органов для добычи пищи. И следов питания они тоже не оставляют. Поэтому в настоящее время наиболее вероятна интерпретация этих структур как фильтрационный аппарат сходный с лофофором. Ну и таким образом мы можем пищеварительно пищу добывающую и переваривающую структуру в полном объеме реконструировать. То есть у парванкарин предположительно были некие ресничные органы которые прогоняли через тело воду отцеживали некие пищевые частицы передавали по ресничным желобкам вперед и дальше это это деленный пищевой материал попадал вот где-то здесь наверное находилось вероятно находилось ротовое отверстие вот вот где-то здесь ну и дальше он попадал в кишечник соответственно соответственно поток воды который мог быть создан таким элофоформ подходил под щит с передней части тела и значит выходил из подщита с задней с задней стороны и мы похоже можем наблюдать места входа этих потоков на отпечатках вот данном на данном экземпляре вот эта передняя балка предполагаемого элофофора глубоко втянута под щит глубоко от переднего края в результате щит оказался продавленным и вот здесь можно видеть это вид спереди депрессии характерной такой формы вот похоже что вот именно здесь находились отверстия под защитой щита под его снизу под щитом здесь находились отверстия через которые вода засасывалась под щит паромкоина ну вот при такой реконструкции паромкоина предстает как биолатеральный подвижный организм имевший односторонне одностворчатую колпачковидную раковинку мягкую неминерализованную ползательную слизевыделяющую подошву петлеобразный кишечник метамерную мускулатуру и лофофор это своеобразный набор признаков не позволяет нам относить к макер может не хорошее макер это подавление какое с макер макер Продолжение следует... 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 но при этом они это потоках не положил и если они достаточно небольшие по размеру там 10-20 сантиметров вот эти перья иногда остаются стоящими прям то есть там никаких сомнений в том как они есть ли какие-то представления о том что вообще в воде было в то время ну кроме вот чего-то там растворенного вообще кто-то да ну да есть прямо целая область научных исследований это изучение окритах так называемых то есть это некие шарообразные шаровидные объекты предположительно это либо много гипотез это его водоросли и яйца тех же в общем некие сферические образования их много достаточно и по ним даже вот геологические исследования стратеграфические проводят то есть объекты точно были но а из теоретических представлений мы находим огромное количество остатков микробных мат и строителей микробных мат в виде обрывков органических материалов клеток даже даже органических клеток и там минерализованных то есть материала органического было достаточно ну вот даже какого переносила потоком ну и вообще это же был микробный мат достаточно мощное образование который функционировал и результаты этой жизнедеятельности тоже наверняка здесь были большом количестве то есть то что отфильтровывать наверняка было и было в массе ну да 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 макро водоросли иногда гигантским на самом деле сопоставимыми с современными бурыми водорослями то есть там метровые и много метровые размеры некоторых бассейнах водоросли известны спасибо коллеги онлайн и есть вопросы сейчас мы полная перейдем ну да но она прочная но органическая пока минеральные компоненты даже намеков на присутствие какой-то минеральные компоненты нет на самом деле у нас есть и другие диакарские существа которые также сохранились виде отпечатков но там мы по вариантам сохранности можем видеть что были минеральные склериты но они растворяются такая обстановка захоронения не позволяет сохраняться минеральному веществу такого как органит просто растворяется в первую очередь но для парамонкалин мы не видим никаких признаков первичной минерализации чисто органически можно еще один вопрос пока не перешли к спасибо большое Анатолий Ильич я благодарно послышал ваши доклады и прогресс установил от себя кучу всего сбора интернастей и мусорных вещей и ваши материалы тоже потрясающие совершенно потрясающие говоря про работу а вот у меня вопрос такой сегодняшний интернат называется древнейший билотерий древнейший билотерий и по самому на одном месте прозвучало что вот практикураты отличаются от билотерий чем-то тем в итоге я вот много нас слушаю и читаю и интересуюсь из вопросов у меня возникает такое ощущение что чем дальше тем больше мы получаем разных данных об этих билотерий и вот это понятно ну организм и чем дальше тем больше убеждения о том что ничего общего с современной формой они не имеют ну не то что ничего а практического чего а не это кто можно ли сказать все таки что ну да я понимаю просто я опять же что называть бендебионтами часто этим словом именуют вообще всех ну вот вы видите что парванкарина она совсем иначе устроена чем бендебионты то есть существовала большая ну относительно большая группа идиакарских организмов которые к бендебионтам не имеют отношения и вот у них как раз находят признаки вполне наблюдаемые у фанерозойских животных а что касается вендебионтов то вполне возможно что это вот особое направление эволюции живых организмов и в частности проартикуляты и я не акцентировал как-то этот вывод вполне возможно что вот в лице парартикулят мы видим попытку создания биоутерального подвижного организма но на основе эволюционного материала вендебиона то есть какого-то своеобразного материала то есть это это животное наверняка ну мы не можем сказать что это не животные поскольку они обладают многими признаками животных но какие-то своеобразные просто это вот особая может быть ветвь со своими билотериями при этом интересно что признаки это этих билотеральных вендебионтов вполне подпадает под признаки урбилотерия последнего общего предка билотерий из чего можно сделать предположение что урбилотерия о которых пишут часто это какая-то стадия которую проходили разные группы животных в том числе и совсем не дожившие до даже начала на разуме все ну да там домирание все домирание все спишет коллеги онлайн пожалуйста есть ли кто-нибудь Андрей Николаевич Островский да и Николаевич пожалуйста Андрей Юрьевич добрый день да да куда смотреть не знаю я не знаю сам сейчас куда откуда я появлюсь не появлюсь вот я появился я присоединяюсь к благодарности одному из присутствующих в зале каждый раз глядя на твои картинки восхищаешься и тем что оно выжило сохранилось и тем что ты это нашел и так здорово описал у меня несколько вопросов которые я ну большая часть они коротенькие не требует особого наверное большого времени один есть такой может быть посерьезней по мере того как они появлялись по ходу доклада изомеры диккенсонии компании можно трактовать как мышечные ленты у меня отвечает прямо вот ну как бы твое мнение же я не спрашиваю как бы утвердительно там я предполагаю ну в общем не только я еще есть такой академик ДЗИК польская академия наук что они действительно изомеры могли быть как-то связаны с мышечной системой и вот их септы их разделяющие или складки могли каким-то образом ограничивать порции мышц да именно так я и имел ввиду да то есть вот как допустим мышечные комплексы фасции в такие влагалища заключены вот тоненькие вот это чем-то напоминает хорошо спасибо а спригина промелькнула да неуловимая спригина и даже неплохо она выглядит на самом деле я помню что ты говорил она не очень частый гость да может быть ты найдешь ее покажешь сейчас на белом море беломорская спригина у меня здесь нет а чья есть такая же ж была да 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 сейчас найдем где-то она там была в начале где в левом нижнем углу даже запомнил вот она вот она вот она да это из идиакара спригин австралийская да австралийские просто фотки все желтые я решил что раз это серая значит это твоя нет все серы это значит латексные слепки потом опылены хлорисом аммони вот так методика изготовления фотографий но это несомненно пилотерия другое дело кто она на твой взгляд вот то что они ты можешь сказать это про артикулята цифалозоя класс цифалозоя они действительно если сами по себе выглядит достаточно своеобразно то мы все равно можем найти промежуточные формы внутри класса мы находим похожие на них организмы и как бы и очень далекие от них но мы можем выстроить серию так сказать переходов от скажем андивы которая тоже цифалозоя здесь к спригине ну вот например через цианорусы например это маленькие организмы и их даже есть предположение что это ювенильные формы тех же спригин или мэриведи которые похожи на спригин то есть это все равно тот же кластер то есть ее нельзя назвать артикулятой например в кавычках или ну про артикулята тип про артикулята и это самый класс цифалозоя внутри артикулятой с ней же связанный вопрос много раз говорили что у нее нет скользящей симметрии то есть все то что объясняли как таковая это следы регенерации сбоя при восстановлении тела ну точно так же и у декенсонии австралийцы постоянно пишут что декенсонии у них не было этой симметрии скользящего отражения и переубедить никак их невозможно что не показывай в том числе я специально сделал слайд со следами питания чтобы было видно ну уж сдвиг изомеров на следе питания ну никак не может быть связан с тапаномией но австралийцам дела до этого нет боюсь что пока эта группа не вымрет мы мы не сможем им доказать что симметрия скользящего отражения была да 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 там плюс-минус десяткам палеонтологов стареньких а кто Там проартикулята вообще нет? Нет, нет, совсем. Совсем, да, то есть, но они же кто? Они что, радиаты? Аволонские? Большинство из них четко радиально симметричны, но часть из тех, что лежали на поверхности дна, не стояли вертикально, там уже с симметрией возможны варианты. То есть, они, может быть, уже либо бирадиальные, либо тоже, ну, билатеральные без передней-задней оси, то есть, ну. Ну, да, 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 я понял. Ну, то есть, бирадиальные, да, по крайней мере, или радиальные? Ну, да. Ну, чарни и прочие, они кто? Бирадиальные ведь? Что они? Ну, а кто они, вот, допустим? Это петолонамы. Ну, да, они бирадиальные? Чарни часто на реконструкциях показаны стоящими. На самом деле, они лежачие формы, и у них верх и низ отличался по морфологии. А диск? Черня дискус? Диска у них тоже не было. Им пририсовывают на реконструкциях этот диск. Ага. Дискус – это отдельный род, это организм, не связанный напрямую с чарними. Чего только не узнаешь. В учебниках все не так. В частности… Хорошо общаться с специалистами. Ленинградские черные копатели одно время торговали чарниями, они тоже не только трилобитов копают, но и венского биота тоже, и диакарского из Белого моря. В частности, они торговали чарниями со стеблем и диском за большие деньги. Так вот, это композитное образование, где к прикрепительным дискам неизвестных эталонам приклеено было отпечаток чарни. Так что такие даже как бы и отпечатки, и естественные образцы тоже встречаются в коллекциях, но это фантастические образования, созданные трудами петербургских умельцев. Да, был же такой скандал, когда кусок динозавра приклеили к куску птицы. Ну, вот и чарни к диску. Да, спасибо. Схему Малахова покажи, пожалуйста. Да. Значит, насколько я знаю, у зверюшки с номером 4 на этой схеме не было сквозного кишечника. Это так называемый переход к амфистомии, уже непосредственно уползающего внизу такого настоящего билатерального животного, поскольку от четверки переход к кораллам, у которых нет, естественно, сквозного кишечника, да, у них единая полость. И вот четверка по Малахову ползала по дну с желобом таким, который соединялся с некой полостью. Она, в свою очередь, произошла от единой полости кишечно-полостного предка, не кнедария, кнедария это 5-6, вот, который сел из планктона на дно. Поэтому, если сравнивать вот эту схему, да, то здесь нельзя ее четко противопоставлять твоим настроениям, поскольку сквозного кишечника у четверки не было. А как, собственно, вот этот вот желобок-то? Это что? Он, конечно... Это смущенный рот по... Ну, подождите. Там куча грав и всякие, ну-ну. У предка была гастральная полость, и у ней имелся рот. А дальше, ну, вот у этой вот, вот этого радиального организма. Да. То есть, даже вот у плавающего... Да, у него был рот и единая полость, у нее не было ануса, да? А дальше что? Остался только рот, а полость-то куда делась? Не-не-не-не-не-не-не-не. А дальше она, он, эта зверюшка сплющилась, это идея фонграфа. При переходе на субстрат из планктона возникает удлиненное, как бы, да, вот это, собственно, животное. И в результате ротовое отверстие, единое, округлое, оно сплющивается вместе с ним и становится вытянутым. А когда она целиком сливает, центральная часть его сливается, от него остается рот и анус. Да, это гипотеза амфистомии, так называемый. Так вот, у четверки еще не было сквозного кишечника, у него была единая, как бы, вот такая гастральная полость, унаследованная от тройки. Ну, хорошо. То есть, это была продольно вытянутая, может быть, неглубокая гастральная полость, расположенная на оси тела. Да, да. Да. Ничего похожего про артикулят нет. Да, естественно, естественно. Я просто, когда ты сказал, что у четверки был сквозной кишечник, я вот в данном случае просто подкорректировал. Ну, только что у него он был, да, вытянутый, линейный, но не имел, как бы, не полностью замкнутый с центральной стороны. Да. В настроениях Малахова также очень важны вот эти щупальца многочисленные, которые потом стали конечностями. Да. Вот, чего тоже нет, естественно. И, пожалуйста, следующая картинка, последняя, прямо перед Парванкариной. Это где ты показываешь вот этот свой, вот, 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 вот эта красота. Вот здесь я ничего не понял. Ты скомкал этот кусок, очень быстро проскочил, очень хотел про Парванкарину нам рассказывать. Поэтому вот объясни нам его еще раз, пожалуйста. На самом деле это рисунок из монографии Фидонкина. Как он себе представляет, представлял много-много лет назад формирование сегментированного билатерального организма из радиального предка. Ну, собственно, это вот вариант вот той же гипотезы с садящимся кишечно-полосным, садящимся на ротовой конец, ползающим на этом ротовом диске. А дальше в результате ползания симметрия радиальная начинала искажаться и превратилась в билатеральную. Ну, то есть вот этот вариант тот же, что в гипотезе Малахова присутствует. Но в результате ось радиальной симметрии исходного кишечно-полосного, она исходно располагалась перпендикулярно поверхности субстрата, на котором он ползал. А передняя-задняя ось билатерии, она сформировалась независимо в направлении перпендикулярном этой вот орально-аборальной оси. Это я хотел... Да, да, да. Теперь понятно, понятно, понятно. Хорошо, теперь ясно. Я там какие-то подтексты мне почудились, и все нормально. Спасибо. Ну и последнее. Так, у нас вот парванкарина мне совсем не напоминает фараниду, если это лафафарата какая-то. Ты ее можешь продавать за брахиоподу, предку, или какую-нибудь такую похожую брахиоподу подобную. И вот второй слайд, где... Да, вот за этим слайдом следующий замечательные совершенно трилобиты ранние, нет? Ну, челюстоногие с панцирем, да. Да, да, да. То есть, вот, очень хороший. Вот какой возраст вот эти картинки? Это ранний Кембрий. Это уже Кембрий все-таки, да? Конечно, в Идиакаре ничего похожего не было. Не ранено пока. Хорошо. Ну вот, не похоже парванкарина на фараниду. Спасибо огромное, очень интересно. Вот замечательный доклад и великолепные картинки. Спасибо. Спасибо. Андрей Николаевич внес элемент дискуссии. Вопросы, может быть, кто-нибудь, кого-нибудь еще созрели? Вопросы, переходящие... Выругательство. У нас есть еще онлайн вопросы. Да, давайте, давайте. Можно вопрос? Сергей Анатольевич. А, прошу прощения, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, слышите меня? Да, да. Алло. У меня вопрос один, но он такой из кусочков состоящий. И все эти кусочки имеют отношение к биотопу, о котором идет речь. Я все их назову, вот эти кусочки вопроса, а потом уже один ответ. Значит, первое, то есть мы на эти организмы смотрим и как-то по умолчанию предполагаем, что это все аэробные организмы. Ну, есть какое-то независимое подтверждение, что да, они аэробные. Это первый блок. Второй блок, значит, если это, ну, как бы что-то аэробное, это должны быть первые метры глубины. То есть есть ли какие-то соображения о глубине этого места. Дальше бактериальный мат. Тоже мы говорим, что бактериальный мат, наверное, предполагаем, что он включает синие-зеленых бактерий. Есть ли какой-то, не знаю, изотопный или какой-то сигнал, говорящий, что там внутри были в этом бактериальном мате фотоавтотрофы. Вот. И, наконец, если это, ну, какое-то мелководье и плюс тонкий-тонкий ил, в котором это все жило, в котором его перемещалось, то тонкий ил, наверное, откладывался в какой-то луже, лагуне, маргинальном бассейне небольшом. Вот. То есть можно ли об этом сказать? И, наконец, вот этот песок, который их накрыл, ну, вы говорите, что он штормовой. Но если это лагуна, его с другой стороны его могло принести песчаной бурей. Геологи там, наверное, умеют определять песок, какой он штормовой или ветровой. Вот можно как-то это прокомментировать. И, наконец, последнее. Мы по умолчанию, конечно, предполагаем, что это какая-то океаническая среда. А есть какой-то независимый сигнал, говорящий, что да, там была морская вода, а не, скажем, пресная? Спасибо большое. Да, кусочков много. Я боюсь, что-нибудь пропущу. Значит, о субстрате, на котором обитали. Значит, микробный мат, это стало понятно по тому, как выглядит отпечаток субстрата, на котором жили эти животные. То есть это был некий кожистый покров, покрывавший дно. Что создавал, какие организмы создавали этот микробный мат, сказать наверняка нельзя. Они не сохраняются. Но иногда мы видим остатки мат-образователей, чаще всего нитчатые формы, которые могут относиться как к цианобактериям, так и к кариотическим нитчатым водорослям. Дальше цианобактерии действительно находят на фрагментах матов то случай, когда они сохраняются отдельно в глинистых породах. И какие-то есть исследования биомаркеров, извлекаемых из поверхностей, на которых в том числе жили и диакарские организмы, где вроде бы, если я правильно понимаю, там тоже цианобактериальная компонента есть. Но он не чисто цианобактериальный. Там точно совершенно были эвкариотические водоросли. И к поверхности мата прирастали и водоросли уже наподобие бурых водорослей. То есть сообщество автотрофов, фототрофов там было вполне себе развито. О глубинах мы можем говорить по геологическим признакам. Вроде бы мы действительно встречаем мелководие от даже верхних горизонтов и литерали. Но, в частности, лямитское захоронение, по данным геологов, вообще относится к глубинам даже дна данного водоема. То есть это где-то уже за пределами достижения волн штормовых. Но это сложно на самом деле, потому что идиокарские обстановки мы до конца не понимаем. Как себя вели породы осадки, бронированные микробными матами, проросшие микробными матами, мы не знаем. И в том числе, насколько мелководие, там обязательно были подвижные осадки, возможно, что и нет. И идиокарские мелководия могли, даже если минеральный субстрат глинистый, могли быть вполне стабильными. То есть, на мой взгляд, мы еще пока плохо знаем реальную ситуацию с обстановками в мелководии. По моим данным, набранным из разных публикаций, глубины жизни тех же парартикулят варьируют от крайнего мелководия до совсем-таки, может быть, в пределах фатической зоны, но больших глубин. Вот. Кажется, я все. Если я что-то упустил, напомните. Ну, достаточно. Спасибо большое. Нет, я спрашивал еще, есть ли признаки того, что это ветер принес, песчаную бурю какую-нибудь на них оборачиваешься? Нет, никто не изучал пока. Мне не удается собрать команду литологов, чтобы окончательно развеять вот мои вопросы, связанные с захоронением Л-2-12. Там что-то было очень своеобразное. Но нужны профессиональные исследования. А может быть, это быть похожим, я вклинюсь, поскольку это уместно здесь, на сель, подводный сель, то, как захоронена фауна Борджа Шейла? Да нет, здесь большой-большой покров. Мы прослеживаем это захоронение на километры. То есть, это покров достаточно тонкий, он же там от 3 сантиметров до 15 сантиметров мощностью. Нет, это что-то такое площадное. Ну, так это и Борджа Шейл тоже там километра 3-4. Я не могу сказать, то есть, как, не могу ничего сказать. Понятно, все, да, можно сказать. Алексей Владимирович, был вопрос от вас. Есть вопрос, есть вопрос. Ну, во-первых, хочу сказать спасибо огромное, Андрей Юрьевич, действительно замечательный доклад. А вопрос отчасти в продолжении того, что Сергей Алексеевич, господи боже мой, того, что Сергей Корфун спрашивал про условия жизни. Есть публикации, если мне не изменяет память, австралийских авторов, геологов, там, Риталок, Возмутитель, Спокойствие, о том, что в местах захоронения идиокарской фауны есть следы почвообразования древнего, полеопочвы. А это означает либо суша, либо очень серьезное влияние суши. Вот как вы относитесь к этим результатам и есть ли что-то подобное на Белом море? На Белом море ничего не изучалось. Криталяк у нас у всех большие вопросы. Криталяк резкий и его доказательства часто выдуманные, а чаще всего и не доказательства вовсе. Это его собственные соображения, которые даже геологами, тем же, кто изучал австралийские местонахождения, опровергаются. Ну, в частности, окислительные обстановки на месте обитания идиокарских организмов Австралии, что, дескать, там вот какая-то красноцветность, она связана с окислением. И вообще все это вот прямо совсем наземной обстановки. Чуть ли не аридно. Ну, я уже там за него начинаю придумывать. Но он как бы за скобки выносит беломорские захоронения, где никакой красноцветности нет первичной. Где вообще признаков вот какого-то почвы, да даже просто осушения. Их надо искать, и они неочевидные. А в то же время результат, та же самая биота, в точности также сохранившаяся. И куда вот девать это мелководие и даже глинистые равнины, о которых говорит ритоляк, совершенно невозможно здесь их представить. Можно я вот как уже, раз уж мы прошлись про ритоляку, еще одно интересное. Он же Диккенсони рассматривает как лишайники. Причем даже исходя из своих наблюдений над почвообразованием, рассчитывает возраст этих лишайников. И вот там Диккенсони длиной 15 сантиметров, он рассчитывает возраст этой колонии лишайника, так сказать, до 30, что ли, тысяч лет. Но совершенно он никак не задумывается, а как эта колония росла на песке, 30 тысяч лет, и ее ни разу ничем не занесло. А наши Диккенсони длиной 50 сантиметров жили вообще на минеральном глининском субстрате, на глине. И как себе представить лишайник, растущий на глине, соответственно, там, я не знаю, уже несколько сотен тысяч лет. Как бы вот об этом ритоляк скромно умалчивает. Вот он как бы это не замечает. Поэтому, честно говоря, ритоляка, особенно после его конфуза с индийскими Диккенсониями, мы уже не воспринимаем как серьезного исследователя. Понятно, спасибо. То есть те данные геологические, которые он приводит о наличии почвообразования, не поддерживаются научным сообществом, скажем так, да? Даже исследователями-австралийскими. Понятно. А второй вопрос, даже не вопрос, а сначала просьба. Онлайн. Мы не смогли увидеть слайд с реконструкцией Прованкарины. Вот один из последних или последний, может быть, если можно его показать сейчас. Ну, собственно, это повторение того, что на все... Понятно. И вот в связи с этим вопрос, смотрите, тут фигурировали слова лофофор, фарониды, вот уже, так сказать, в обсуждении, в ответах на вопросы. А вместе с тем в докладе фигурировали слова нога, раковина. Вот, опять же, там полость, которая сообщается с окружающей средой, там осадками заполняется. При этом, ну вот, улитку вы показывали замечательную с разделенной ногой и так далее. Ну, если это на кого-то все-таки больше похоже из современных, то, мне кажется, на какого-то моллюскоподобного существа. Вот, но ничего такого сказано не было. Как вы относитесь к этой мысли? Вот про артикулята, с одной стороны, а про моллюстка, может быть? Действительно, значит, про фаронид, извините, я не говорил. Это слово возникло не от меня. Это Андрей Николаевич, да. Он на мшанку не похожа. Ну, вот точно, на мшанку не похожа. Похожа на колпачковидную, ну, скажем, ну, не гастроподу, но моллюска некого, ползающего на ноге, скрывавшегося под колпачковидной раковиной. Действительно похожа. Но в то же время вот эта структура, которую мы интерпретируем как лофофор и сугубо петлеобразный кишечник, это все-таки из-за разряда лофофорат. Возможно, мы же не знаем, как выглядел предок лофофорат. А может быть, он выглядел так же и имел некое промежуточное строение между моллюсками, ну, там, я не знаю, моноплокофорами, там, и брахиоподами. Вот что-то подобное я вижу в Парванкарине. Можно еще один вопрос вдогонку? Уже другого сорта. Слышно меня? Да, да, да. Ага. Вот мы, в том числе, благодаря вашим докладам, замечательным знакомы с венской фауной, с фауной того времени как-то. И мы видим ее состав, там, примерно, да. Вместе с тем, молекулярно-биологические оценки времени дивергенции различных таксонов современных показывают очень часто раннее время. Как раз вот поздний палеозой. Дивергенция членистоногих, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вместе, ну, можно сразу же сказать, конечно, что молекулярно-биологические оценки могут быть неточными, и так далее, и так далее. Вот если отбросить эту мысль и предположить, что эти оценки близко к истине, можно ли как-то прокомментировать, почему мы следов палеонтологической летописи не встречаем таких организмов? Или, может быть, встречаем что-то все-таки, что может указывать на то, что действительно тогда начинается дивергенция? Молекулярные схемы разные. В частности, здесь происхождение линяющих отнесено в ранние идиокарии, а вторично ротах – аж в криогении. По молекулярным данным, а ископаемые остатки реально очевидные линяющих, они кембрийские, и также и вторично ротах тоже, их вроде бы пока не нашли в идиокарии. Соответственно, я могу предполагать, и я, собственно, в докладе это и сказал, что, скорее всего, они могли, либо мы их не диагностируем среди известных нам отпечатков, то есть они вот в флиндерско-беломорских захоронениях просто не сохранялись. Ну, скажем, они не могли цепляться за микробный мат во время тофономического события, а их просто выносило вместе с потоком осадка. И их надо искать беджеского, чинзианского типа захоронений. Просто они здесь не сохранились. Может быть, так. А может быть, мы действительно их просто не понимаем, и они здесь есть, но выглядят так, что понять невозможно. Вот. Ну, вот такой я могу дать ответ. Но из самого первого, самого древнего захоронения в Белотерии вот только три рода, о которых я рассказал сейчас, известные. Другие более поздние по времени. Но тоже в пределах идиокарии. Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. И еще можно парочку? Коротеньких, Андрей Николаевич? Да, очень коротеньких. Я вижу, что там уже докладчик на ногах не держится уже. Язык отсыхает. Очень коротеньких. Это общая беда с молекулярными часами, что они продлевают жизнь подавляющему большинству таксонов. Поэтому иногда закрадывается впечатление, что правы ли молекулы. Это вопрос и рассуждение вслух. То есть тебя ни разу не смущало этот разрыв гигантский, зачастую гигантский, в сотни миллионов лет. Правда. Меня не смущает по двум причинам. Во-первых, от происхождения до накопления в таком количестве, что мы сможем их подсечь в ископаемом состоянии, могло пройти большое количество времени. А во-вторых, все прогресс палеонтологии, в том числе с идиокарской биотой, и кембрийской биотой тоже связан с нахождением определенных форм сохранности, определенного типа захоронений. В частности, еще лет 50 назад биота кембрия представлялась абсолютно другой. Потому что наши представления сформированы были на основе скелетных элементов крупных. Там скелетов, трилобитов, раковин моллюсков, кубков археоциат. И, в общем, это все, что мы знали. А потом вдруг изобрели метод травления карбонатов с помощью кислот слабых, как уксусная кислота. И понеслось в результате огромное количество мелкораковинной фауны. Сразу кембрий оказался гораздо богаче, чем предполагалось за несколько лет до того. А потом научились находить захоронения биржеско-чинзянского типа, где в специальных местах сохраняются мягкие тела в специальных ловушках. И оказалось, что биота кембрия колоссально разнообразная. И все там есть. И хордовые даже. И все там есть. И вот мы в Эдиакаре стали находить захоронения флиндерско-беломорского стиля. И то, о чем я рассказываю, это результат изучения вот этого типа захоронений. Я очень надеюсь, что мы сможем научиться находить захоронения чинзянско-белжеского типа в Эдиакаре. И ничего, на мой взгляд, препятствующее их формированию ловушек в то время, таких же, как кембрии, нет. Но мы пока вот просто не можем их диагностировать. И как их искать, не очень понятно. Китайцев у нас немного пока. Вот они нам эти местонахождения еще не нашли. Вот, возможно, найдут. И тогда, я уверен, что еще лет через 10-20 окажется, что вот это кембрийское разнообразие, оно появится в Эдиакаре. Но это результат не просто нашей продвижения научных исследований. Спасибо большое. И очень короткий последний вопрос. Сколько же ладикенсония? На самом деле, мы, когда накопилось у нас материалов побольше по каждому захоронению, а есть захоронения, где отпечатки представлены, ну, там, сотня отпечатков с одной поверхности на пластовании разного размера. Производя обмеры длины, ширины и статистические обсчеты, мы можем представить количество размерных классов. Оказывается, что там неравномерное распределение, а по размерам организмы собираются в определенные кластеры. А поскольку обстановки, в которых мы находим эти организмы, эти водоемы находились в Эдиакаре на высоких широтах, где были очевидные сезоны вегетативные, вегетации, сезоны размножения, мы можем предполагать, что вот эти кластеры связаны с сезонностью, сезонностью размножения и заселения этих самых микробных матов молоди. Соответственно, подсчитывая количество кластеров, мы можем понять, сколько жили животные. Для парванкарин, но там есть проблема. Значит, парванкарины, например, они обладали щитом, который не изменялся в своих пропорциях. Ну вот какой он был у животного при захоронении, такой и остался. Ну и при жизни они не могли изменять пропорции щита. Диккенсони могли вытягиваться и сжиматься. Поэтому вот этот вот метод по простому замеру линейных размеров здесь не работает. У парванкарин мы посчитали, и сейчас вот выйдет публикация, что продолжительность жизни парванкарин достигала как минимум четырех лет. То есть вот эти маленькие парванкарины жили не менее четырех сезонов. А относительно Диккенсони, к сожалению, пока расчетов нет. То есть вполне возможно, судя по нашим наблюдениям, что это тоже были несколько лет, это точно. Спасибо. А год тогда такой же был? Интересно. Нет, год-то может быть и такой же, но количество дней там точно было другое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, коллеги. Перехожу к залу. Ну, кажется, все нас спрашивались уже. Я думаю, что можно будет еще в кулуарах поспрашивать, потому что вот здесь в кулуарах у нас есть напитки или напиток, а также печеньки, до которых еще народ не добрался, вполне можно добраться. А докладчика мы не отпустим далеко от этого места, и поэтому спрашивать можно будет подолжение. Процессы поедания печеньки. Процессы поедания. Коллеги, ну, что можно сказать в заключении? Слушал как про какую-то инопланетную фауну, хотя не первый раз уже слушаю. И, значит, конечно, основной вопрос, который отчасти здесь прозвучал, почти был сформулирован. Вы помните это выражение Яськова? Черновики Господа Бога. Вот, значит, вот черновики. И вопрос, который нас всегда волнует, выбрасывались эти черновики в корзину, или это были те самые проекты, по которым дальше возникала уже, ну, собственно, кембрийская пауна, нам более-менее знакомая. Но этот вопрос, он остается все равно, несмотря на то, что мы сейчас знаем. Я думаю, что мы должны все-таки еще раз поблагодарить Андрею Юрьевича за то, что он нам блогом. Спасибо вам. Онлайн-аудитория тоже присоединяется. В чате много благодарственных писем. Спасибо. Андрею Юрьевичу большое спасибо. И также еще у нас все равно подняются руки, да, и кто-то еще хочет что-то спросить онлайн. Вот, например, Сергей Анатольевич опять поднял руку сейчас. Как мы с этим... Соня, если ты не отключишь сейчас, то еще задать вопрос можно? Докладчик не ушел. Нет, не ушел, и он еще не упал. Он еще не ушел. Сейчас я думаю закончу. Пошел. Давайте вопрос задавайте. Я, может быть, отвечу. Сергей Анатольевич. Ой, да-да-да. На самом деле я думал, что будут еще выступления и комментарии. У меня комментарии, если можно, небольшой совсем. Ну, во-первых, еще раз огромная благодарность за доклад. А комментарий такой. Ну, в продолжении того, что на самом деле говорил Андрей Игоревич. То есть во всем этом докладе как бы левит мотивом проходит... Вот картинка, которая сейчас на экране, она привязывает, ну, по смыслу, по крайней мере, доклада, эту фауну вендобионтов к филогенетической ветви метазолу. И морфологических свидетельств особо много-то нету. И одно из этих морфологических свидетельств – билатеральность вот этой некоторых представителей вендобионтов. В этой связи я хочу просто напомнить концепцию, которая, ну, в частности, была озвучена в работах директора вашего бывшего, Розанов, да, который говорил, что организм, симметрия организма определяется симметрией среды, которая набитает. Если приложить это к билатеральным животным, то какая симметрия среды нужна, чтобы организм стал билатеральным? Он должен лечь на субстрат, у него появится спинка и брюшко, и должен поползти каким-нибудь концом в одну сторону. У него появится передний поле, задний поле, соответственно, левая и правая стороны, он станет билатеральным. Вот и все, что надо для билатеральности. То есть в пределах билатерии, о которых вы говорите, метазойных, да, они вроде как монофилитичны. Но эукариотная жизнь на Земле много раз пыталась построить тело из многих клеточек. И как бы никаких прямых свидетельств того, что вот эти вендобионты, они имеют отношение к метазолу, по-моему, нет. То есть с такой же легкостью можно представить, что эта попытка многоклеточной организации возникла в какой-то другой филогиотическом кластере, в каком-то другом филогиотическом кластере, в каком-то изныне существующем, или вообще в одном из кластеров, который ныне уже не существует, а вообще исчез. Вот попытались построить многоклеточность, но потом не пережили, а на их месте, ну, как черновид, кстати, стерк, а заново в другом филогиотическом кластере в эпистаконте возникли метазолы, не имеющие никакого отношения к организмам вендобионов. Вот такой комментарий. Спасибо. Что касается про артикулят, вполне возможно. Главное, что это все-таки животное, а не какие-то другие царства, организмы. Ну, очевидно, не растения, не грибы, но, возможно, и царств у нас много. Но представлены они в основном одноклеточными существами. Если кто-то из них когда-то создал многоклеточное существо, то тогда и копирующие отчасти животных, то почему бы и нет? Может быть, дебионты принадлежали к какому-то другому царству. Возможно, эта идея Зеллахера, она жива. Так, ну что, все? Коллеги онлайн, есть еще вопросы? Нет, спасибо большое. Вроде бы вопросов больше нет. Единственное, что еще в чате задавали вопрос, можно ли получить какие-нибудь тезисы этого доклада, или, может быть, есть какие-то списки, например, публикаций, которые мы можем в дальнейшем расшарить для тех, кто слушал онлайн? Вывешена докторская диссертация. Текст диссертации, то, что касается парартикулят, там с лихвой описано. Так что текст диссертации можно скачать, он и на Ваковском сайте, и Палеонтологического нашего института сайте вывешен. Так что оттуда можно. А Парванкарина – это вот самые новейшие данные, они не опубликованы еще совсем, только в тезисах и докладах. Поэтому Парванкарина пока ничего. Все, тогда спасибо большое. Больших вопросов нет. Онлайн было 19 человек. Ну, хорошо, здесь у нас было.